Девушки отдыхают На следующей неделе, ответил Томпсон Дней девять пробудет в Огайе Ее мать заболела, тогда я приеду к тебе Лучше бы сегодня Если бы я мог Гости и все остальное Жена убьет меня Очень тебя прошу А в чем дело, опять ветер? Нет Нет-нет Говори, ветер, повторил Томпсон Голос в трубке замялся Да Да, ветер Но ведь небо совсем ясное Ветра почти нет Того, что есть, вполне достаточно Вон он, вдохнул в окно Чуть колышет занавеску Достаточно, чтобы я понял Слушай, а почему бы тебе не приехать к нам Не переночевать здесь Отсказал Герб Томпсон Обводя взглядом залитый светом холл Что ты, поздно Он может перехватить меня в пути Очень уж далеко Не хочу рисковать А вообще Спасибо за приглашение Тридцать мильках никак Спасибо Прими снотворное Я целый час в дверях Простоял Герб На западе, на горизонте Такое собирается Такие тучи И одна из них На глазах у меня будто Разорвалась на части Будет буря Это уж точно Ладно Ты только не забудь про снотворное И звони мне в любое время Хотя Хотя бы сегодня еще Если надумаешь В любое время? Переспросил голос трубки Конечно Ладно Позвоню Но лучше бы ты приехал Нет, я не желаю тебе беды Ты мой лучший друг Зачем рисковать? Пожалуй, мне и впрямь Лучше одному встретить испытание Извини, что я тебя побеспокоил А то мы друзья Расскажи-ка, чем ты сегодня занят? Почему бы тебе не поработать немного? Говорил Герб Томпсон Переминаясь с ноги на ногу в холле Отвлечешься Забудешь свои Гималайи И эту долину ветров Все эти твои штормы и ураганы Как раз закончил бы еще одну главу Своих путевых очерков Попробую Может быть, получится Не знаю Может быть Большое спасибо Что ты разрешаешь мне беспокоить тебя Брось, не за что Ну, кончай А то жена зовет меня обедать Герб Томпсон повесил трубку Он подошел к столу Сел Жена сидела напротив Это Аллен звонил? Спросила она Он кивнул Не надоел он тебе своими ветрами Которые то подуют То стихнут То жаром его обдадут То холодом Продолжала она Передавая ему полную тарелку Ему там в Гималаях Во время войны туго пришлось Ответил Герб Томпсон Неужели ты веришь Его росказням Про эту долину? Начинешь убедительно Он рассказывает Лазать куда-то Карабкаться И зачем это мужчины Лазают по горам Сами на себя страх Нагоняют Шел снег Сказал Герб Томпсон В самом деле И дождь хлистал И град И ветер Все сразу В той самой долине Аллен мне много раз рассказывал Здорово рассказывает Забрался на большую высоту Кругом облака И все такое И вся долина гудела Как же, как же Сказала она Такой звук был Точно дул Не один ветер А множество Ветры со всех концов света Он поднес вилку к рту Так Аллен говорит Незачем было туда лазить Столько и всего Сказала она Ходит, бродит Всюду свой нос сует Потом начинается щенять Ему ветры разгневались На него Стали преследовать Не смейся Он мой лучший друг Просердился Герб Томпсон Ведь это все Чистейший вздор Вздор или нет А сколько раз Он потом попадал в переделки Шторм в Бомбее Через два месяца Тайфун у берегов Новой Гвинеи О случае в Корнуоле Не могу сочувствовать Мужчине Который без конца То в шторм То в ураган попадает И у него от этого Развивается мания преследования В этот самый миг Зазвонил телефон Не бери трубку Сказала она Вдруг что-нибудь важное Это опять твой Аллен Девять раз прозвенел телефон Они не поднялись с места Наконец звонок замолчал Они доели обед На кухне под легким ветерком Из приоткрытого окна Чуть полыхались занавески Опять телефонный звонок Я не могу Так сказал он И взял трубку Я слушаю Аллен Герб Он здесь Добрался сюда Говоришь в самый микрофон Отодвинься немного Я стоял в деревьях Ждал его Увидел как он мчится по шоссе Гнет деревья одно за другим Потом зашелестели Кроны деревьев после дома Потом он сверху метнулся Вниз к двери Я захлопнул ее Прямо перед носом у него Томсон молчал Он не знал что сказать И жена стояла в дверях Холлу не сводя с него глаз Очень интересно Произнес он наконец Он весь дом обложил герб Я не могу выйти Ничего не могу предпринять Но я его облапошил Сделал вид будто зазевался И только он ринулся вниз за мной Как я захлопнул дверь и запер Не дал застигнуть себя врасплох Недаром уже вторую неделю на чеку Ну вот и хорошо старина А теперь расскажи мне все как было Ласково произнес телефон Герб Томсон От пристального взгляда Жены у него вспотела шея Началось это Шесть недель назад Правда? Ну давай дальше Я уж думал что провел его Думал он ухазался От попыток расправиться со мной А он оказывается Просто-напросто выжидал Шесть недель назад я услышал его смех и шепот возле дома Всего около часа это продолжалось Недолго словом и совсем негромко Потом он улетел Томсон кивнул трубки Вот и хорошо, хорошо Жена продолжала смотреть на него А на следующий вечер он вернулся Захлопал ставнями Выдал искры из дымохода Пять вечеров подряд прилетал С каждым разом чуточку сильнее Стоило мне открыть наружную дверь Как он врывался в дом и пытался вытащить меня Только слишком слаб был Только теперь набрался сил Я очень рад, что тебе лучше Сказал Томсон Мне ничуть не лучше Ты что? Опять жена слушает? Да Понятно Я знаю, что это звучит глупо Ничего подобного, продолжай Жена Томсона ушла на кухню Он облегченно вздохнул Сел на маленький стул возле телефона Давай, Ален, выговорись Скорее уснешь Он весь дом обложил Гудит за стрех Точно огромный пылесос Деревья гнет Странно, Ален Здесь совершенно нет ветра Разумеется Зачем вы ему? Он до меня добирается Конечно, такое объяснение тоже возможно Этот ветер убийца Гер Величайший и самый безжалостный древний убийца Какой только когда-либо выходил на поиски жертвы Спалинский охотничий пес бежит по следу Нюхает, вырхает Меня ищет Подносит холодный носище к моему дому Стягивает воздух Учуял меня в гостиной Пробует туда ворваться Я на кухне Ветер за мной Хочет сквозь окно проникнуть Но я навесил прочные ставни Даже сменил петли и засовы на дверях Дом крепкий, прежде строили прочно Я нарочно Всюду свет зажег Во всем доме Ветер следит за мной, когда я переходил из комнаты в комнату Он заглядывал в окна, видел, как я включаю электричество Ого! Что случилось? Он только что сорвал проволочную дверь снаружи Ехал бы ты к нам ночевать, Аллен Не могу из дома выйти Ничего не могу сделать Я этот ветер знаю, сильный и хитрый Только что я хотел закурить Он загасил спичку Ветер-то такой Любит поиграть, подразнить Не спешит У него вся ночь впереди Вот, опять Книга лежит в библиотеке на столе Если бы ты видел Он отыскал в стене крохотную щелочку И дует, перелистывает книгу Страницу за страницей Жаль, ты не можешь видеть Сейчас введение листает Ты помнишь, Геп, введение к моей книге о Тибете? Помню Эта книга посвящается тем, кто был побежден в поединке со стихиями Ее написал человек, который столкнулся со стихиями лицом к лицу Но сумел спастись Помню, помню Свет погас Что-то затрещало в телефоне А сейчас сорвало провода Герб, ты слышишь? Да, да, я слышу тебя Ветру не подушев, что в доме столько света И он оборвал провода Наверное Наверное, на очереди телефон Это прямо воздушный бой какой-то Погоди Алин Молчание Герб прижал трубку плотнее к уху Из кухни выглянула жена Герб Томпсон ждал Алин Я здесь, ответил голос в телефоне Сквозняк начался Пришлось законопатить щель под дверью А ты Тут прямо в ноги дула Знаешь, Герб, это даже лучше, что ты не поехал ко мне Хватало еще тебе в такой переплет попасть Ого Он только что высадил окно в одной из комнат Теперь в доме настоящая буря Картины так и сыплются со стен на пол, слышишь? Герб Томпсон прислушался В телефоне что-то выло, свистело, стучало Алин повысил голос, силясь перекричать шум Слышишь? Герб Томпсон проглотил ком Да, слышу Я ему нужен живьем, Герб Он осторожен, не хочет одним ударом смаху дом развалить Тогда меня убьет А я ему живьем нужен, чтобы можно было разобрать меня по частям Палить за пальцем Ему нужно то, что внутри меня Моя душа, мозг Нужна моя жизненная психическая сила Мое я, мой разум Жена зовет меня, Алин Просит помочь с посудой Над домом огромное туманное облако Ветры со всего мира Та самая буря, что год назад опустошила целебес Тот самый пампер, что убил столько людей в Аргентине Тайфун, который потряс Гавайские острова Ураган, который в начале этого года обрушился на побережье Африки Частица всех тех штормов, от которых мне удалось уйти Он выследил меня, выследил из своего убежища в Гималаях Ему не дает покоя, что я знаю О долине ветров, где он укрывается Вынашивая свои разрушительные замыслы Давным-давно что-то породило его на свет Я знаю, где он набирается сил Знаю, где рождается, где испускает дух Вот почему он меня ненавидит Меня и мои книги, которые учат, как с ним бороться Хочет зажать мне рот Хочет вобрать меня в свое могучее тело Впитать мое знание Ему нужно заполучить меня на свою сторону Алин, я вешаю трубку Жена... Что? Пауза Далекий вой ветра в телефонной трубке Что ты говоришь? Позвони мне еще через часок, Алин Он повесил трубку Он пошел вытирать тарелки И жена глядела на него А он глядел на тарелки Доступно вытирая их полотенцем Как там на улице? Спросил он Чудесно, тепло, звезды Ответила она А что? Так, ничего На протяжении следующего часа Телефон звонил трижды В восемь часов явились гости Стоддарт с женой До половины девятого посидели, поболтали Потом раздвинули карточный столик И стали играть в ловушку Герб Томпсон долго, тщательно тасовал колоду Казалось, шуршат открываемые жалюзи И стал сдавать Карты одна за другой шелестя Ложились на стол перед каждым из игроков Беседа шла своим чередом Он закурил сигару Венчал ее кончик конусом легкого серого пепла Взял свои карты, разобрал их по мастям Вдруг поднял голову и прислушался Снаружи не доносилось ни звука Жена приметила его движение Он тотчас вернулся к игре И пошел с Валета Треп Все негромко переговаривались Иногда извергая маленькие порции смеха Герб неспеша попыхивал сигарой Наконец часы в холле нежно пробили девять Вот сидим мы здесь Заговорил Герб Томпсон Он вынул изо рта сигару И задумчиво разглядывая ее А жизнь Да, странная штука жизнь Что? Сказал мистер Стоддер Нет ничего Просто сидим мы тут И наша жизнь идет А где-то еще на земле живут Свои жизни миллиарды других людей Не очень свежая мысль Живем Он опять стиснул сигару в зубах Одиноко живем Даже в собственной семье Бывает так Тебя обнимают А ты словно за миллион миль отсюда Интересное наблюдение Заметила его жена Ты меня не так поняла Объяснил он спокойно Он не горячился Так как не чувствовал за собой никакой вины Я хотел сказать У каждого из нас Свои убеждения Своя маленькая жизнь Другие люди живут совершенно иначе Я хотел сказать Сидим мы тут в комнате От тысячи людей сейчас умирают Кто от рака Кто от воспаления легких Кто от туберкулеза Уверен где-нибудь в США В этот миг кто-то умирает В разбитой автомашине Не слишком веселый разговор Сказала его жена Я хочу сказать Живем и не задумываемся Над тем как другие люди мыслят Как свою жизнь живут Как умирают Ждем когда к нам смерть придет Хочу сказать Сидим здесь Приросли к креслам А в тридцати милях от нас В большом старом доме Со всех сторон ночи Всякой чертовщины Один из лучших людей Какие когда-либо жили на свете Герб Он пыхнул сигарой Пожевал ее Оставился невидящими глазами в карты Извините Он моргнул Откусил кончик сигары Что мой ход? Да, твой ход Игра возобновилась Шорох карта Шепот Тихая речь Герб Томпсон Поник в кресле Совершенно больным видом Зазвонил телефон Томпсон Подскочил Метнулся к аппарату Сорвал с вилки трубку Герб Я уже который раз звоню Как там у вас герб? Ты о чем? Гости ушли? Черт Здорово Тут болтаете Смеетесь Играете в карты? Да, да Но при чем? И ты куришь свою Десятицентовую сигару? Да, черт возьми Но Здорово Сказал голос в телефоне Ей бог здорово Хотел бы я быть с вами Эх Лучше бы мне не знать Того что я знаю Хотел бы я Да Еще много чего хочется У тебя все в порядке? Пока что держусь Сижу на кухне Ветер снес часть передней стены Но я заранее подготовил отступление Когда сдаст кухонная дверь Спущусь в подвал Посчастливиться Отсижусь там до утра Чтобы добраться до меня Ему надо весь этот чертов дом разнести А над подвалом прочные перекрытия И у меня лопата есть Могу еще глубже зарыться Казалось в телефоне звучит Целый хор других голосов Что это? Спросил Герб Томпсон Ощутив холодную дрожь Это Повторил голос в телефоне Это голоса Двенадцати тысяч Убитых тайфуном Семи тысяч Уничтоженных ураганом Трех тысяч Истребленных бурей Тебе не скучно меня слушать? Понимаешь В этом вся суть ветра Его плоть Он полчища погибших Ветер их убил Взял себе их разум Взял все голоса И слил в один Голоса миллионов Убитых за последние Десять тысяч лет Истязаемых Гонимых с материка На материк Поглощенных Муссонами и смерчами Боже мой Какую поэму Можно написать? В телефоне звучали Отдавались голоса Крики Вой Герб Где ты там? Позвала жена От карточного стола Ветер что негод Становится умнее Он все присваивает себе Тело за телом Жизнь за жизнью Смерть за смертью Герб Мы ждем тебя Крикнула жена К черту! Чуть не рявкнула Набернувшись Минуты подождать не можете И снова в телефон Алин Если хочешь Чтобы я к тебе сейчас приехал Я готов Я должен был раньше Ни в коем случае Борьба непримиримая И еще тебя в нее ввязывать Лучше я повешу трубку Кухонная дверь поддается Пора в подвал уходить Ты еще позвонишь? Возможно Если мне повезет Но только Вряд ли Сколько раз удавалось Спастись и скользнуть Но теперь похоже Он припер меня к стенке Надеюсь я тебе не очень помешал Герб Ты никому не помешал Ясно? Звони еще Попытаюсь Герб Томпсон Вернулся к картам Жена пристально Поглядела на него Как твой приятель Этот Алин? Спросила она Трезвый еще Он в жизни капли скортного Не проглотил Угрыму Произнес Томпсон Садясь Я должен был давно Поехать к нему Но ведь он вот уже Шесть недель Каждый вечер Звонит тебе Ты десять раз Не меньше ночевал У него И ничего не случилось Ему нужно помочь Он способен навредить себе Ты только недавно был у него Дня два назад Что же Так и ходить за ним все время Завтра же не откладывая Отвезу его в лечебницу А жаль человека Он вполне рассудительный В половине одиннадцатого Был поддан кофе Герб Томпсон Медленно пил Поглядывая на телефон И думал Хорошо бы знать Перебрался он в подвал Герб Томпсон Прошел к телефону Вызвал междугородную Заказал номер К сожалению Ответили ему со станции Связь с этим районом прервана Как только починит линию Мы воссоединим Значит связь прервана Воскликнул Томпсон Он повесил трубку Повернулся Распахнул дверцы Стенного шкафа Схватил пальто Герб! Крикнула жена Я должен ехать туда Ответил он Надевая пальто Что-то бережно Мягко коснулось Двери снаружи Все вздрогнули Выпрямились Кто это? Спросила жена Герба Снова что-то Тихо коснулось Двери снаружи Томпсон Поспешно пересек Холл Вдруг остановился Снаружи донесся Чуть слышный смех Чтоб не провалиться Сказал Герб С внезапным чувством Приятного облегчения Он взялся За дверную ручку Этот смех Я везде узнаю Это же Аллен Приехал все-таки Сам приехал Не мог дождаться утра Не терпится Рассказать мне свои байки Томпсон чуть улыбнулся Наверное Наверное друзей привез Похоже их там много Он отворил наружную дверь На крыльце не было ни души Но Томпсон не растерялся На его лице появилось озорное лукавое выражение Он рассмеялся Аллен Брось свои штуки Где ты? Он включил наружное освещение Посмотрел налево Направо Аллен Выходи Прямо в лицо ему Подул ветер Томпсон минуту постоял Вдруг ему стало очень холодно Он вышел на крыльцо Тревожно и искутующе Поглядел вокруг Порыв ветра подхватил Дернул пол и его пальто Рострепал волосы И ему почудилось Что он опять слышит смех Ветер обогнул дом Внезапно давление воздуха Стало невыносимым Но шквал длился всего мгновения Ветер тут же умчался дальше Он улетел Прошелестев В высоких кронах Понесся прочь Возвращаясь к морю К целебесу К берегу слоновой кости Суматре Мысу Горн К Корнуолу И Филиппинам Все тише 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 Томпсон стоял на месте Оцепенев Потом вошел в дом Затворил дверь И прислонился к ней Неподвижный Глаза закрыты В чем дело Спросила жена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok